Всем привет, с вами канал Технокош. Сегодня я хочу поговорить с вами про умные лампочки и взаимодействие с Алисой. Для начала я покажу вам видео про то, как работает это в приложении, работает по голосовым командам и в приложении от самой компании. В данном случае у меня набор от Hyper. Это RGB лампочка, то есть можно включить зеленый, красный, фиолетовый и другие цвета. Про плюсы и самые главные минусы, особенно о которых никто не говорит, я расскажу в конце. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Давайте посмотрим видео. Итак, давайте посмотрим, что есть в приложении Яндекс. Переходим в свет. Здесь есть кнопка включить-выключить. Так, изменить цвет. Это если у вас RGB, то доступны разные виды цветов. Если обычная умная лампочка, то обычно дневной и мягкий. Также яркость лампочки. И набор голосовых команд. То есть включить-выключить свет. Делать потеплее, похолоднее. Изменить цвет. Допустим, там, включи синий, красный и прочее. Увеличить яркость, либо убавить яркость света. Также можно задать таймер. Допустим, выключить час-два часа лампочку. Это если вы любите засыпать при свете, либо используете его как светильник для ребенка, чтобы час-час, допустим, когда он уже лег спать, вы выключили. Ну и также можно сделать свет, допустим, чтобы он включался, когда наступают сумерки. Теперь давайте посмотрим, что есть в самом приложении лампочек. Тут уже можно самому выбирать оттенок. Дальше выбирать цвета. Также крутить. И будет цвет меняться. Яркость. И насыщенность. Ну и настроить свой сценарий. Ими я не пользовался, так как в основном, что за Яндекс, все это делаю. Ну, в общем, тут это можно. Также можно посмотреть показатели, просто тапнув. Вот так можно управлять Алисой с помощью голосовых команд. Алиса, включи синий свет. Меняю цвет. Также можно делать отложенный режим. Алиса, включи через минуту красный свет. Хорошо, запомнила. Сделаю сегодня в 16 часов 7 минут. Алиса, фиолетовый свет. Меняю цвет. Также можно вернуть на обычный свет. Алиса, включи обычный свет. Алиса, включи 20% света. Алиса, включи 100% яркость. Меняю яркость. Вот так она меняется. Алиса, включи 20% яркости. Меняю яркость. Вот произошел отложенный режим. Это вы назначаете время, когда включите какой-либо цвет. Либо, наоборот, выключить лампочку. Либо включить. Допустим, включить, когда наступает сумерка. Итак, плюсы умных лампочек. Это голосовое включение. Можно настроить свою яркость. Настроить свой цвет. Какой вы только пожелаете. Вы можете выключить его из любой точки мира. Допустим, вы забыли выключить свет дома. Уехали на работу. Зашли в приложение Яндекс или Хайпер в данном случае. Посмотрели, то что свет включен. И выключили. Это основной такой плюс. Также плюсом я считаю, что можно использовать RGB цвета как ночники для детей. Либо как игрушка. В самом конце я вставлю видео, где мой сын играет с умным домом. Можете считать это как бонус. Минусов на самом деле прилично. Первый минус это цена. То есть такие лампочки в районе тысячи стоят. Есть и дороже, есть и подешевле. Но вообще лучше выбирать подороже, либо Xiaomi. Они самые такие и популярные, и качественные. Единственное, у меня цоколь был Е14. А Xiaomi в России RGB не было. Поэтому пришлось выбрать другую. Второй минус. Ну, точнее, не минус, а скорее предпочтение. Нужно выбирать, если составляете умный дом, примерно в одной экосистеме. Допустим, если собираетесь к Xiaomi собирать, собирайте побольше к Xiaomi. Hyper, то собирайте от Hyper. Потому что Алиса хоть и может их соединить. Далеко не все умные устройства не поддерживаются. И поэтому с этим могут быть проблемы. Третий минус. Это что касаемо именно умной лампочки. Если вы собираетесь ставить умную лампочку и полноценно ей работать, то нужны также и умные выключатели. Почему? Потому что если у вас стоит обычный переключатель и в положении выключено, то хоть ты говори Олесе, хоть не говори, она все равно не включит. Потому что напряжение к самой лампочке не проходит. Другое дело умные. Там что в выключенном положении, что в включенном, они могут и голосовой командой, и час приложения включиться. Но чтобы полноценно пользоваться умным светом, нужны умные выключатели. Либо другой вариант. Всегда включенный выключатель. Но тогда вы сможете работать только голосовыми командами и час приложения, что не очень удобно. Если вы самостоятельно не умеете ставить умные выключатели, то в принципе профессионалы это сделают за относительно небольшую цену. Единственное, да, они тоже стоят гораздо дороже, чем обычные выключатели. Что мне нравится в умных лампочках? Основное это настройка яркости. Вот чего не хватает. Хотим потемнее, делаем яркость света на 20%. И хотим, чтобы было светло, делаем на 100%. Это очень удобно. Также очень любим развлекаться с переключением света. Это поставить ребенку в синий, красный свет. Он смеется, все довольны. Да и в принципе можно настроить как романтический свет. Еще есть функции светового шоу, когда лампочки реагируют на музыку. Но тут уже нужно гораздо больше умных устройств, чтобы это работало нормально, качественно. Вот для чего нужен умный дом, чтобы развлекать детей. Алиса, включи фиолетовый свет. Меняю цвет. Алиса, включи зеленый свет. Меняю цвет. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Всем пока.